Сегодня у нас лук харчо. Объедение грузинское блюдо. Видите, нарасхват. Дальше у нас не съели. Пожалуйста, красавчик. И у нас плов. Уже почти весь съели. Пирог, пирожки, овощи с рисом, всех блюд даже и не перечесть. Кубанские хозяйки постарались на славу, но король праздника сегодня плов. Его готовили в каждом курине. Главное рисовое блюдо гости сметали со стола. А кому-то даже повезло пополнить коллекцию своей поваренной книги. Новыми рецептами. Здесь пробовали пирожки с рисом. Пробовали еще разные пловы. Очень вкусные на самом деле. Я взяла даже себе рецепт один. Вообще очень здорово. Эмоций очень много. И море просто. Очень зажигательно, весело. Настроение вообще выше крыши. Несмотря на пасмурную погоду и ветер на фестивале риса, в Атамань приехали тысячи гостей. Организаторы подготовили не только насыщенную гастрономическую программу, но и культурную. По традиции, народные умельцы Кубани привезли свои изделия. Каждый желающий мог купить понравившуюся вещь или сделать сувенир своими руками. А для кого-то главное было загадать желание. Но для его исполнения надо было потрудиться и залезть в котел. Прямо как в сказке «Конек-горбунок». Иванушка дурачок. Кем он был? Иванушка. И когда он окунулся в котел, он вышел из него Иваном Царевичем. Поэтому есть заветная мечта. Я хочу, чтобы у моих детей было все хорошо. Я переживаю за них. Фестиваль риса. Это большой праздник для всех агрария в Кубани. Заветный миллион. Впервые собран в советских времен. Нового урожая, белого золота хватит, чтобы накормить не только регион, но и всю страну. Уборка была непростой, но даже капризы погоды не помешали аграриям прийти к заветной цели. Факторов много. Это наши семена, которые испокон веков выращивали здесь, на Кубани. И сегодня они дают высокие результаты. Это труд наших тружеников, который позволил достичь этих результатов. Это, конечно же, государственная поддержка, которая позволяет сегодня энергонасыщенную технику покупать с большей скидкой. Это поддержка миллиараторов для того, чтобы производить миллиардные работы и получать на это субсидию. Цифры с шестью нулями – это большая работа аграриев, ученых, хлеборобов и даже журналистов. Вице-губернатор поздравил виновников праздника с рекордным урожаем и передал славу благодарности от главы региона Вениамина Кондратьева. Лучших сегодня на главной сцене этнографического комплекса награждали председатель ЗСК Владимир Бикетов и вице-губернатор Андрей Коробко. Среди них и наша коллега Анжелика Ефимова. В этом году лидерами уборки стали Калининский, Славинский и Красноармейские районы. Наше крестьянское хозяйство уже на протяжении трех лет занимает первое место в крае по урожайности риса. В этом году урожайность составила 84,5 центра сектара. Мы внесли весомый вклад в миллион тонн кубанского риса. Передовиков с жатвой поздравляли не только со сцены вице-губернатора. Председатель ЗСК зашли в каждый курень. А в Атамане сегодня целый день звучали казачьи песни и в пляс спустились не только артисты, но и гости. Елена Касабова, Майя Губа, Михаил Ласенко и Артур Завада. Кубань, 24. Темрюкский район.